С честью выполнено слово данной партии, родине, народу на 25-м съезде КПСС. Ныне Кубань стала не только зоной производства высококачественной пшеницы, но и крупным районом отечественного рисосеяния. Как и 35 лет назад, Кубань снова поставила рекорд за этный миллион. Теперь в рисохранилищах тогда, в далеком 1980 году, приблизиться к золотой цифре кубанским рисоводам, помогла республика Адыгея, которая входила в состав Краснодарского края. Последние семь лет региону каждый год не хватало совсем чуть-чуть, чтобы дойти до заветных шести нулей. Сегодня можно с уверенностью говорить – рекорд поставлен, планка взята. Валовый сбор даже превысил миллион на 26 тысяч тонн. Такого не было никогда. С рекордным урожаем рисоводов Кубани сегодня поздравил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Вениамин Кондратьев. Легендарный рубеж в один миллион тонн кубанского риса взят, но этот рекорд был бы невозможен без помощи президента. Новые посевные площади стали настоящим подспорьем для наших аграриев. Это долгожданная победа и великая заслуга наших рисоводов. Низкий поклон за ваш труд. Лидерами уборки стали три района. Самая большая урожайность у Калининска – 83 центера с гектаром. В Тройке – Славянские и Красноармейские районы. Это несмотря на капризы погоды. Погодные условия в виде дождя задержали уборку риса. Сыро, влажно, комбайны. Тяжело комбайном работать при такой погоде. Влажно, зерно, большая. Мечта стала реальностью еще и благодаря новым землям в Тимрюкском районе. После распада Советского Союза площади перешли предприятиям, которые в начале 2000-х обанкротились. В итоге 10 тысяч гектаров земли оказались брошены. Несколько лет они простояли без дела. На проблему вовремя обратил внимание глава региона Вениамин Кондратьев. Он поднял вопрос о передаче рисовых систем краю на федеральном уровне. Инициативу губернатора поддержал президент. Переданы из федеральной собственности в краевую собственность два предприятия «Светлый путь» и «Красный Октябрь», где были произведены посевы риса. И как раз они нам дали возможность получить этот заветный миллион тонн кубанского риса. Почти 20 тысяч тонн, которых не хватало, мы собрали именно с этих полей. Краснодарский край сегодня основной регион по производству риса. На Кубани выращивает 80% российского белого золота. А флагманом рисоводства страны по праву называют кубанский ВНИИ. Благодаря богатому научному опыту и современным лабораториям институт может стать лидером селекции и семеноводства риса в мире. Сегодня поля в регионе засеяны только кубанскими сортами белого зерна. Более 50 сортов допущены к использованию российской селекции. Более 30 сорта нашего института. Сорта института риса. Наиболее распространены сорта рапан, флагман. Однако в последние годы у нас уже приняты к использованию новые сорта риса. Короткозерные и длиннозерные сорта, и среднезерные сорта. Останавливаться на достигнутом аграрии не собирается. В следующем году в крае планируется ввести дополнительно около полутора тысяч гектаров плантаций. Впервые в постсоветской истории в Красноармейском районе построят новые рисовые системы. Вопрос о предоставлении земли уже решается. И значит, в будущем белого золота Кубани станет еще больше. Елена Касабова, Анжелика Ефимова, Игорь Звинаревский, Кубань-24.